Спасибо, Вики, Вольве. Сейчас перед дорогой меня накормили. Рагу, спагетти. Первый стандарт. Самое мое нелюбимое дело выбираться из города. В Хабаровске очень душно. На улице сейчас дождь идет, но жара вообще очень сильная. Подкинете? Чего вас прикал это за стопами? Начался дождь, я зашел на заправку, там стоял человек, заправлялся. Подошел к нему, попросил подвезти. Он меня взял, чуть провез. Сказал, если дождешься меня, то дальше еще подвезу тебя. Что случилось? А, да. Размыло мост дождями и нам нужно в объезд ехать. Милиционеры предупреждают всех. Он уже протопал 7000 километров. Как так? Заехали на завод, нужно завести комбикорм. Подкинул меня водитель до поселка Хор. До Владивостока еще 700 километров. Привет. Привет. Как дела? Отлично. У тебя как? Я не знаю. Из... Нидерландии. Куда? В Владивосток? В Владивосток. Отлично. Где ты идешь? Индия. Индия. Япония. Япония? Круто. Давно едешь? Что? Будем пользоваться Google-переводчиком. Как тебя зовут? Виталий. Виталий? Да. Ли. Ли? Да. Откуда? Москва. Оренбург. Оренбург. Я путешествовал три года. Европа, Гранд, Пакистан, Индия. Круто. Первая Таиланд, Австралия. Без денег? Да. Ты должен переводить. Круто. Первый переводчик. Плохо. Я понимаю. Россия нравится? Да, да, да. Я люблю Россию. Такое вот знакомство произошло. Ли. Он с Нидерландов. Показывал мне сейчас свою карту. Объехал практически весь мир. Не был только в Америке. Мы не понимаем друг друга. Ли говорит то, что Google-переводчик это херня. Он очень плохо переводит и ничего не понятно. Сейчас мы пройдем деревню и попробуем застопить. Он здесь стоит уже 30 минут и никто не останавливается. Бай. Эй. До встречи. Здравствуйте, Митина. Я решил уйти подальше, потому что по одному больше шансов то, что тебя возьмут. Ли сказал, если он застопит тачку здесь впервые, то когда будет проезжать мимо меня, попросит водителя остановиться. Ли, как и говорил, попросил, остановились. Мы едем теперь вместе. Моха. Да? Дрога. Нет, ну не знаю. Если свернуть с федеральной трассы, можно сказать, что там вообще нет дорог, одно направление. Когда Путин ехал, дорогу нахваливали, а сам видел, какая дорога. Нам сейчас купили горбушу, полку хлеба и купили водички. Но, к сожалению, Ли не кушает рыбу. Нам невероятно повезло. С Ли сейчас начался очень сильный дождь. А что, во Владивостоке творится? В Владивостоке жесть. Это Владивосток? Да. В Владивостоке есть прямая. Справа, слева. А может, не помочь. Первая вещь. Мы и тихим. Офигеть. Это Владивосток. Просто все рушит. Поток воды очень сильный. Вообще, жесть. Приедем, не знаем, как мы будем выживать там, посмотрим. Железная дорога закрыта. На Владивостоке, на Приморье. Денис едет до Уссурийска. Нас высадил сейчас водитель. Он свернул в Уссурийск. Здесь были сильные дожди, поэтому палатку даже, наверное, негде поставить. Начался дождь. На вот такой вот остановочке остановились. По соседству. С таким вот паучком огромным. Слаб лекарь, Ридерейн. Калтреста. И сейчас мы будем пить чай. Пару часов поспим, и начнет, надеемся, светлеть. Поедем дальше. Дождь. Воу-воу-воу-воу. Переночевали на остановке. Практически первая машина уже остановилась. Поехали, да? Пассажира пособили. Едем по городу Владивосток. Бля, ну пацаны, вы отчаянные на самом деле. Деньги, деньги кто спонсирует? Никто не спонсирует, денег нет. Ну а тебя, дорогой друг Снегерлаза, как тебя звать? Калиборусский. Как звать? Ну вот уже Владивосток, смотри, осталось чуть-чуть. Подъезжаем к Владивостоку, и вот оно море. Японское море. Чуваки, это супер. Вот как бы вы и уехали, смотри, в город Владивосток. Всего вам доброго, удачного пути, чтобы у вас все, пацаны, сложилось и никто вас на дни посередине. Спасибо большое. Давай тебе визитку оставлюсь, визитка христианская, но все равно как бы. Все, все, иди эту фото. А если что, сегодня можно в баню? Да можно, конечно, но сегодня баня у тебя до 170 километров, понимаешь? Хочешь кушать? Да. Да? Здравствуйте, извините, а можно у вас спросить? Мы автостопом путешествуем, у вас может будет что-то покушать? Мяты, какие-то фрукты? Денег нету просто, и что не жалко, если можно? Один визу. У тебя есть? Да. Спасибо огромное. Только заехали в город, и так как давно уже не кушали, я прям сразу сходу подошел к фруктам, вот нам дали пакет яблок. Пошли покушаем? Да. Здесь? Не нашел жилье так в Владивостоке, спросил у Ли, чтобы он уточнил своего друга, могу ли я там остаться на ночь. Что мне делать дальше? Я взял на всякий случай у Дмитрия, который сейчас нас подвозил визитку, приглашает в баню, на рыбалку, выспаться. Но что-то меня смущает. Ну, вот оно и море. Только еще нужно до него как-нибудь добраться. С жильем в Владивостоке у меня не получается. Я изначально договорился о жилье в Находке, сейчас позвонил этому человеку, он сказал, что сюда все, приезжай до Находки от Владивостока, 170 километров. Ура, я в Находке, господа. Скину этот рюкзак, устал, хочу спать, хочу кушать. Город сам по себе небольшой, 150 тысяч населения. Находкинское гетто какое-то вообще, вокруг болота и разрушенные здания, ну и заводы еще. Привет. Вот два образа. Ага. Вадим. Виталий. Приятно. Приятно. Я в Находке, Вадим на работе и сказал чувствовать себя как дома. Я нахожусь как бы в дачном домике. Вот такой вот у меня вид из окна, там море. Собрался, выхожу на гору Сестра. Самая высокая в Находке. Вот такой вот участок, на котором я живу. Заметчатся. Я подошел к горе, на которую хочу забраться, но мне нужно ее еще обойти. С одной стороны она выглядит вот так вот, 285 метров. Невысокая, конечно, но вид с нее будет суперский, я думаю. И с другой стороны вот такой вот вид красивый. Смотрите, одна часть города в такой мгле, как будто бы. Дождливая такая погода. И с другой стороны солнечное, чудное, летнее солнышко. Очень красиво. Эта река партизанская втекает в море. Что-то здесь ни одной тропинки нет. Офигеть. Если вся дорога такая, это полная жесть. Крапива. Я в шортах. Паутина и огромные пауки. Как будто бы иду по джунглям. Одна дорожка пошла туда, прям напрямик. Но я не вывезу, хотел сказать. Но придется это делать. Потому что я шел по дороге, думал, она будет как-нибудь потихонечку, плавно подниматься на вершину. Но нет. А я поднялся всего совсем ничего. У меня ноги уже не идут. Голова кружится. Это невероятно красиво. Мега красиво. И это еще не самый верх. Первые мои навыки скалолазания. Надеюсь, все закончится хорошо. Вниз спускаться сложнее. Вот, что мне не нравится из всего этого. Я почти забрался. Я залез на одну верхушку. Но здесь есть место еще чуть-чуть повыше. Вот оно. Ну и, кстати, такой вид. Вот, пока что еще не самого верха. Сейчас будем еще выше. Мы на верхушке. На самом верху горы Сестра. И такой обзор. Ну как, круто? Здесь очень-очень красиво. Корабли, горы, бухты. Здесь тут много, получается, бухт. Вот эта мыса. Я еще не знаю всех их названий. Я бы просидел здесь еще бы очень долго. Но уже начинает темнеть. Скоро будет совсем темно. Мне будет трудно спускаться. Я познакомился здесь сейчас с людьми. Вот они поднимались с этой стороны. А я, получается, поднялся вон с той стороны. С этой стороны можно спуститься. И я пройду вот на тот пляж. День прошел не зря в любом случае. Вон вдали тот мост, по которому я проходил, когда сюда шел. Куча эмоций. Просто мне очень понравилось. Россия свящает. Ну да, конечно, здесь спуск не такой крутой. Да, потому что я там поднимался. Я еще поднимаюсь и думаю, блин, как я спускаться буду. Все, мы спустились с другой стороны. Вот там осталась гора. Вот, а это как бухта называется? Это Лашкевич. Лашкевич? Да. Я вот знакомился с ребятами. Вадим и Вика. Меня... Ой, Вадим. Илья, Илья. Да, я что-то... Подписывайся на наш канал. Ставим лайки, ребята, обязательно. И все дела. Да, и они меня сейчас подкинут до города. Да, без проблем. Ну вот, красиво, да? Да, мне тоже очень нравится. Я сверху видел. Я это самое. На объездную и выйдешь потом, ладно? Вот здесь где-нибудь. Правда, кстати, вот отлично. Там идей, в принципе, недолго. А как-то где-то вообще-то.